Итак, у нас вторая серия, мы находимся по адресу Балкарская, А4, кофе.ком, кафе. Продолжаем беседу с Фатимой Щелиевой, Бесланеевой, она добавляет, девичья фамилия. Да, девичья. Вот здесь такое меню, да? Ваше меню. Каша. Вот первое, что попадается, это каша. Какие каши у вас? Каша овсяная, гречневая, решеная. Манку по заказу сварим. По заказу можете сделать. Вот манка сейчас дефицит, никто не делает. Раньше в любом кафе... Нет, спрашивали. Спрашивали. Вот есть такие клиенты, которые интересуются? Даже в обед спрашивают, не то что в утром. И вы для них готовите? Конечно. Но это же не трудно сделать. Я коротко представил Фатиму в первой части. Фатима, еще раз о себе несколько слов. Значит, вы занялись... Когда вы открыли это кафе? Ну, открыла уже... Примерно? Ну, лет семь назад. Ну, лет семь, да. Постоянные клиенты. Я просто много наслышал, что... Конечно, есть, которые приходят каждый день там на обед, на завтра. Специально вот даже на борщ к вам ходят. Ну, больше всего на кофе ходят. На кофе? Кофе. Кофе это бренд, как бы... Вашего заведения, да? Да. Это кофе на песке. Кофе на песке. Давайте об этом. Кофе на песке. Так. Что мы видим здесь? Вот у вас здесь... У нас песочница. Аппарат стоит. Это песочница, да? Это песочница, да. Это наша песочница. Так, расскажите, пожалуйста, по-друге, как готовится кофе на песке. А мы сейчас покажем. Камилочка сделает. Да, если не трудно. Пока Камилочка делает. Да. Мы... Ну, основное, самое важное, молоть кофе перед варкой. Перед варкой. Да. Это принцип. Потому что оно теряет эфирное масло. Это кофе... Ну, я с 16 лет только кофе пью. Нас мама в советское время еще научила, привозила кофе с Москвы. Мы его обжарим или дома, накопим в молоку. Все... Все родственники, все у нас кофеману. Поэтому... А кофе не вредно столько пить? Я, например, его вообще редко пью. Ну, а зачем столько? Ну, а сколько? Ну, две... Ну, бывает, когда устаюсь в три часа. Ну, вы же раньше в советские времена не пили кофе? Ну, как, когда детьми были? Не пили, а мы пили. Не, когда детьми были? Ну, в 16 лет. Ну, это уже не детство. Ну, это уже взрослый возраст, да, возраст. Ну, до 16 лет мы компоты, чаи и посылали. Да, ну, все чай пили. Раньше было так... Слон нарисованное. Да, это... Да. Так, я извиняюсь, перебил. И далее, вы говорите, вот, значит... Ну, кофе мы варим в турочках. У нас, видите, коллекция турочек у нас. Откуда, кстати? Откуда? А, это коллекция, которая... Кто, знаешь, я собираю, привозит. А, тут и подарочные, наверное, есть экземпляры. Да, и в Турции кофемолка. Это первая кофемолка, она с Махачкавы. Вот посередине синяя кофемолка, она на Глашином рынке купленная. Здесь у нас? Да, здесь у нас. Турочки с Турции, с Пятигорска, с Еревана. Вот эта турочка большая посередине. Подруга-одноклассница нашла мамину старую алюминиевую турочку и вот сделала в стиле стимпанк и украшения. Очень интересно. Ну, как бы пользоваться уже нельзя, но для красоты очень. Вот это черный носорог, это питерская фирма. Она делает такие вот носороги, слоны есть белые, ну, всякие красивые турочки керамические. Вот этот замок хотела выделить, потому что этот замок просто исторический моего отца. Да, это шкатулка для бутылок музыкальная. Не понял, замок, который стоит наверху. Да. Это вот крышка открывается, и там бутылочку достаешь, и начинает играть музыка. Это от отца, да, достаешь? Да, это моего отца, да. Там вот абхазские три турочки, вот алюминиевые, вот эти, из Абхазии мне подарили, привезли. Так, Фатима, по кофе пройдемся, уже закончим с кофе. Значит, вы, а, ну и что, я не тороплю, я имею в виду, здесь вот песок мы видим, да? Да, это кварцевый песок, обязательно, другой песок не насыпается. Откуда вы его уберете? Ну, вообще, на озоне можно заказать. Ну, привозную покупку. Да, 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 где-то, да. Именно кварцевый песок? Только кварцевый. Он бывает белый, бывает коричневый, бывает серый, разный, но кварцевый. Он держит большую температуру. Сколько стоит чашечка почвы у вас? На песке 130 рублей. 130, это как, недорого, дешево, я не разбираюсь. Это недорого. Недорого. Нет, это ароматный кофе, натуральная арабика. Кофе у вас натуральная арабика, да? Только. Для турочки только натуральная арабика. Для кофемашины берется смесь с робустой. Робуста это сорт кофе, не сорт кофе, это вид кофе, который ниже, чем арабика, но он дает крепость. И для кофемашины добавляет 20 или 30 процентов робуста, потому что напитки обычно бывают или с водой, или с молоком. И чтобы кофе не потерялся, ну, аромат кофе не потерялся, добавляет робуст. Он дает яркую, выраженную горчинку, крепость. Поэтому капучино вкусно получается. С арабики так прям вкусно не получится. Хотя тоже можно. Есть сорта арабики, которые... А для песочницы только, только, только арабика. Только арабика, да? И то свежий помолк. Ну, хорошо, вы кофе где-то кухаете здесь у нас, везде продаете, за эту арабику? Да, да, каждый раз. Ну, вы знаете, даже вот берешь в одном месте, все равно год произрастания. Было меньше дождей, было больше шутца. А как вы узнаете? А не как. Вот начинаешь молоко, уже начинаешь купажи составлять, украшать кофе, потому что один сорт тебе не очень нравится, а я беру другой, начинаю смешивать, добавлять, чтобы аромат был поярче. То есть, это уже опыт, вкусовые какие-то, вы уже понимаете все, где, как, что и когда, да? Да. Понятно. Так, значит, 130 это какой объем? Это... Ну, на один глоток. 100 галлитов. Нет, это вот такая чашечка. Ну, на один глоток я имею. Раз и все. Да. Так, понятно. А вот побольше, если сколько будет стоить? А, побольше, вот сейчас... Или вы в таких даете? Вот такая, вот 200 рублей. 200 рублей. Да. Это недорого для хорошего кофе. Не дорого. Нет. Значит, у вас постоянные клиенты, вот приходят, давайте кофе, кофе мы хотим кофе, да, вот так вот постоянно. А кроме кофе, на что у вас еще идут? Ну, кроме борща, совершенно у вас больше хорошей. Да. Каши, значит, можно манкопа на заказ. Тут, коротко пройдусь. Цены на сегодняшний день, да? Да. Вот смотрите, ну, блинчики, это тема, с творогом или мясом, сколько один блин стоит? 70. 70 рублей, 70 рублей, не знаю, сейчас с блинами. Так, сырники 40 штук, да? Да. Запеканка 70, вареное яйцо 25. Идем дальше. Ну, я все не буду здесь, как бы, основные такие моменты. Штрудель с лишней и орехом, 100 рублей, да? Так, пироги сладкие, не знаю, что за пироги тут. А мы по сезону делаем сливовые, абрикосовые. Ну, чудо из Дагестана вы, наверное, не делаете, просто написали бы, да? Нет, делаем. Возможные. У нас, да. А кто научил делать чудо? Ну, это повара делает, профессионал, который работал, где только не работал. Понятно. Нахваталось. Она все умеет. Все умеет. Универсал. Да. Дэлен 200, хачаны 80. Это дешево. Там 120 уже, на мой деле. Ну, это озеро. Но у вас, наверное, размер поменьше, да? Ну, да. Нет, не размер поменьше. Цена поменьше. Цена. Камила идет. Уже кофе на подходе. Так, Камила, несколько слов. Что мы сейчас видим здесь? Мы сейчас будем делать кофе по-восточному. У нас кофе на 100% арабике. Очень вкусно. Всем все нравится. И вот я окунаю турки в песок кварцевый. Кварцевый. Кварцевый, да. И... Помешиваю. Помешиваю, да. А для чего песок? Зачем? Потому что чем отличается песок от газовой плиты? Тем, что равномерно варится кофе в турочке. И вкус более насыщеннее, чем на плите. Понятно. И сколько минут надо держать на такой песочной бане, так скажем? Минут где-то 3-4. 3-4. Ну, недолго, да? Да, недолго совсем. То есть песок даст, наверное, тепло, да? Конечно. Он очень горячий. Обогреет своим теплом. Камила, а ты сама пьешь кушать? Да, я сама пью. Курет у него, да? К сожалению, нет. Зло употребляешь? Да. С сахаром или без? Без. Я с сахаром, 3 ложки сахара. Иначе не пойдет так. Значит, держим 3 минуты и процесс... И готово будет, да. А вот его... Вы там, в той комнате перемолвали, да? Да, я перемолвала там. Вот оно сейчас будет готово, да? Да. Камила, я тебе предлагаю дать, вот, родителям, попробовать. Родители сидят с детьми, чтобы они оценочку выставили. Хорошо. Будет сделано. Ну, они скажут, да, вкусно, да, все хорошо. Конечно, скажут. Конечно, скажут. А у нас никак по-другому нет. По-другому вариантов нет. Да. Так, помешиваете тоже? Конечно, да. Мы помешиваем, чтобы весь кофейный осадок ушел вниз. Вот сколько денег, Камила, а сколько чашечек в день ты выкиваешь кофе? Такого я не пью. Ну, рекорд какой там, 15, 20, 30? Нет, 5 максимум. 5? Да. За день? Да, за день. Ну, это не так много. Это немного, да. Я думал, ну, там, 10. Не, 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 настолько я не кофеман. Понял. Так, мы сейчас с кофем разобрались, более-менее, Камила показала, помешала здесь, сказала, что минут через 3-4. Фатима, я Камиле предложил, и тебе, вам тоже могу, хочу предложить, дать попробовать кофе нашим родителям. Конечно, особенно. Родителям детей, которые, значит, здесь... Нет, вы сидите, сидите туда, понимаете? Тут мастер-класс проходит сегодня, Фатима, очень талантливый человек. Вот эти часы, обратите внимание, она сделала своими руками, ну, вообще. Фатима, как вам было сделать эти часы? Ну, деревяшки попросила, мне вырезали деревяшки, которые попросила по размеру. Вот вырезали деревяшки, дальше вы сами уже, да? Обычные деревяшки, обычные, из какого-то ящика, из какого-то подручного материала. Вырезала, потом обожгла, как это называется, которые... Чем кури, смолят? Газовая горелка. Да, вот это и. Обожгла до черноты. Но это сосна, поэтому бережнее надо, она стреляет. Аккуратнее. Потом взяла железку и стесала все, что смогла. Там, где слабая порода, ну, порода дерева, она ушла. А вот эти прожилки остались темными. Получилась красота. А муж помогал в процессе работы? А доски кто давал? Он, он давал. Доски давал, а доски... Ну, без него никак. Нет, никак, ни что. Так, Фатима, вопрос. Вот я вижу здесь у вас в холодильнике какие-то пирожные. У нас каткейки, мы делаем каткейки. Сами делаем. Сами делаем. Они морковно-ореховый. Необычная рецептура с пропиткой из апельсинового сока свежевыжатого. И крем-чизь сверху просто у нас на сливках. Цена одной такой? 150 рублей штук. 150. Не дорого? Нет. Не дорого. Не дорого? Учитывая качество, да? Качество. Качество. Можно и подешевле сделать, но не хочется. Не хочется. Фатима, есть ли в вашем кафе то, что там, чего нет в других кафе? Конечно, мы стараемся. Например? Да, например, у нас всегда есть вафельки в наличии. Венские вафли. Ну вот она сейчас украсит. Ничего ничего не украсит. Она сейчас, мы кладем сверху в мороженое, фрукты, наливаем топпинг. Короче, выглядит очень красиво, вкусно, ароматно. Рецепт, мы вот, секрет, мы с вами, до открытия кафе мы с сыном разрабатывали этот рецепт. То есть это ваш рецепт? Мы с ним объелись вафли разного вида, потому что, когда это получилось, мы оба сказали, да, это то, что надо. Вот это да. Вот это да. Это вот эта работа наша, это вафли. Так, держите его в секрете, этот рецепт, иначе пойдет, пойдет, оно по всей стране великой. Делаем также булочки, ну все делают булочки. Не, ну смотря с чем, и смотря с какого теста. У нас булочки с творогом и изюмом. Это наши, как пирожки, хит сезона. Просто сегодня детский день мастер-класса, мы не делали. А так, в рабочий день у нас всегда полтамки булочки. Булочки с изюмом, с творогом. С творогом и изюмом, да. Все их знают, заказывают. Цена одной булочки. 50 рублей. Вот на 25 число 100 штук на поминки нам заказали. 100 штук на 50 рублей это будет... Также мы сами делаем пастилу. Можно, если она есть, посмотреть, как она выглядит. Так, Камиле спасибо за плоти. Камила принесет у нас. Тоже ваша, значит, пастила, ваш рецепт. Наш рецепт, да. Мы делаем без сахара. Яблоки, бананы и грецкий орех. Но мы вообще всякие с вишней делаем. Ну, вы, наверное, экспериментируете, как-то что-то добавляете, там, убавляете, приносите. С имбирем, ревоном, ну, всякие. Но больше всего пользуется спросом банан, орех, яблоко. Для детей берут, для кормящих матерей берут. Пастила в каком объеме? Или у вас только на заказ? Я имею в виду, если кто-то захочет прийти, чтобы так лежало. Ну, это надо заранее. Заранее, на заказ. Сушатся сутки. Сушатся сутки. Вы видели нашу сушинку. Мы в ней сушим. Сутки ровно. И булочки на заказ, наверное, да? И булочки любого вида. И торты на заказ. И торты вы можете делать. Да, свадебный торт. Вот, свадьбы или что-то. Бывают заказы свадебные. Часто вам заказывают? Ну, сейчас многие делают. Не очень часто. Не, я не про торты вообще говорю. Например, тоже кофе. Кофе очень часто. Кофе, это ваш козовный продукт. То, что я сама пью. Кто заказывает? Кто заказывает? Чаще. Ну, приходит по парочкам. Парочкам. Очень много мужчин. Женщины компаниями приходят. Они все очень... Не, я слышал, просто на свадьбу вам нажил. На свадьбу приглашали? Да, нас приглашали. Не знаю, как нас нашли, но мы часто делаем поездную торговлю. Мы китингом занимаемся. У нас часто вот есть диализный центр. Они у нас на день почки всегда заказывают фуршет поездной. День чего? Почки? День почки. Это диализный центр. Такой день есть? А, день почки. Я не слышала. Мы вывозим кофемашину, мы делаем им всякие канапе, всякие кофе, напитки, компоты варим. Ну, много чего, да, вывозим. Вот, ну, это здесь рядом. А то позвонили, попросили кофе. Вы кофе на песке, выездная торговля. С удовольствием мы поехали, ну, часа три, отработали. А шлаг был. Был шлаг, да? Да, мы были звездами. Так, что это такое? Это наше пастило. Не, я не, это как бы, это, ну, я просто хотел показать, да. Ну, да. Спасибо. Вот редкий орех, банан, яблоко. Да, да, да. А вот можно ее? А, она уже раскрыта. Я не дурак. Вот так вот, да? Да, да. Понял, понял, спасибо. Ну, вот такие закручиваем. Все, все, все. Ну, просто, безумительный вид. Фатима, значит, насколько я понял, вам, в принципе, можно заказать любое блюдо, и вы его приготовите. У нас заказывают, у нас шикарная Ачма. У нас шикарный... А Ачма кто делает? Повар. Универсал. Повар-Универсал. Да, да, да. А вы сами его не делаете. Нет, сама я не делаю. Повар делает хачапури по-аджарски, великолепно. Повар не грузинка? Нет, она кабардинка, но работала с грузинами, работала с армянами, работала в Прельбрусе, работала в Сочи. В общем, опыт они занимали. Да, да, да. А вы сами что готовите? Я только сладкую выпечку. Ага. Вы сконцентрировались на ней, да? Перуники, булочки, торты. Ну, основное мое увлечение пошло в пряники. Пряники, как бы, очень ходовые, поэтому... Ну, если жизнь заставить. Лимонник вот у нас очень, наш рецепт, да, очень быстрый. Штрудели с вишней грецким орехом, да, вообще с яблоком. Ну, дома вы, надеюсь, готовите? Нужен там, я не знаю, или детям. Дом страдает. В смысле? Голодает? Дом, если хотят вкусно покушать... Зовут повара в них сам. Дом страдает сильно. Нет, ну, как это понять? Я говорю, я с этим поваром разучилась готовить. Вот. Так что у нас весело. Ну, если жизнь заставит вы дома как-то... Ну, самое главное, что муж поддерживает во всем, поэтому... Муж готовит? Нет. Муж никак не умеет? Вообще, он очень умеет вкусно готовить. Но... Вся надежда на вас. Но это бывает по вдохновению большого, по большим праздникам. По праздникам. Так, а из национальных льдов вы что-нибудь готовите? Коль, лапха, жамука делаем. Муж или вы? Лигурдия. Какой мой? Нет. Ну, вроде по праздникам что-то. А... В кафе, я все про кафе. А, в кафе, я понял. А так мы, конечно, и дома что-то делаем, но... Ну, понятно. Ассортимент не тот. В смысле? Да. А, слишком... Без пряников, без булочек, без... Ну, я вам скажу качество. Если мы кушаем в этом кафе, сами, значит, качество. Мы не делаем ничего плохого. Ну... А где вам кушать? Вы не в соседних будете кушать? А если мы сами кушаем, значит, мы из хорошего делаем. Нет, это логично, значит. Так, Фатима, ну, это немножко так мы пошутили. Значит, что я хотел еще спросить. Ну, вот у вас район такой, в центре Нальчика, здесь МПЦ рядом, Балкарский театр, больница, почки, да, вот эта почка. А, диализный центр, да, диализный центр. И так далее. Наверное, у вас уже тут, как бы, это... Ну, своя постоянная агентура, конечно, есть, которые приходят. Конечно, периодически поднаедает эта кухня, допустим. Они что-то ищут новенькое, там походят, потом опять возвращаются. Ну, это жизнь, это процесс. Да, да, да. Так, мне бы хотелось, ну, заканчиваем 20 минут уже, как бы, в принципе. Мы, я надеюсь, мы еще продолжим. Может быть, возьмем одно-два блюда, да. У вас, я уже чувствую, да, и более так. Кстати, приглашаю, наверное, чуть позже, перед декабрем, будет фестиваль Нальчика, к нему буду готовиться. Где он будет? Он проходит в Питере ежегодно. А, в Питере, да, да. Да, в Питере ежегодно проходит фестиваль Нальчика. Я в нем каждый год участвую со своими работами, выдвигаемся. Дети помогают мне собирать все там. Это в какое время будет фестиваль Нальчика? Это будет в начале декабря. То есть вы там и до этого были участвовать, да? Ну, в начале декабря уже я должна там... А не холодно там, не холодно, как бы. В Питере? Вовсе времена прекрасные. Он теплый. Я хотел бы этим родителям, если можно, предложить. Канилочка. Вы готовы, товарищи? На кофе? Может, позвать их сюда, посадить? Ну, там женщина... А, давайте. А вторая, по-моему, прячется. Я не знаю, что она прячется. Нет, не прячется. Я помогу. А, отец. Сейчас. Так. Ладно не уронить. Могу, могу. Руки трясутся уже. Так. Так. И как вам? Меня не надо. Вот. Не надо. Ну, ладно. Давайте не будем напрягать, товарищи. Давай я вас посажу там. Да, да. Придут, попьют. Ну, раз не хотят. Раз не откажутся такого выпивка. Раз не хотят, не откажутся. Конечно, не откажутся. Так. На этом все, Фатима. Большое вам спасибо за интереснейшую беседу. Еще раз напоминаю. Балкарская4. Кофе. Ком. Точка. Добро пожаловать. Да. Приходите. Наверное, вы почувствуете себя здесь как дома. В плане, ну, в гастрономическом таком плане. Это Фатима Шириева. И Сланеева она добавляет. Женщина уникальная, красивая, приятная, добрая, щедрая. Так что, всем сюда. А мы продолжим, я надеюсь, наши беседы с Фатимой, которые, ну, что-то они сказали, но, видать, понравилось. Процесс пошел. Спасибо большое. До свидания, Фатима. До свидания. Всех благ.